Привет всем! Продолжаем наше путешествие по виниловым запасам, по складам. Винило, которое у меня дома образовывается и растет, растет, растет. Я уже не знаю, куда что ставить на самом деле. Но это не важно. Было бы что, а куда ставить мы найдем. Сегодня я хочу показать вам пластинку, которая вызывает удивление несказанное. Представьте себе четверной виниловый альбом. То есть в одном конверте четыре пластинки. И представьте себе, что этот альбом вы слушаете семь раз подряд. Четверной альбом, я напоминаю. Ну, я это сделал не за один день, я это сделал дня за три. Примерно потому, что нужно выходить куда-то там в магазин, на работу, что-то еще делать. Но семь раз подряд. Что это за пластинка? Пластинка вот такая. Return to Forever называется. Ансамбль. Все его знают прекрасно. Вышла пластинка в 2008 году. И это запись с нескольких концертов. Точнее, с двух концертов мирового тура. Реюниона группы Return to Forever Чика Корея. К сожалению, Чик покинул материальный мир в феврале 2021 года. Но он покинул лишь материальный мир. А в большом мире он остался. Потому что мы слушаем его пластинки. Потому что его музыка с нами. И никуда он от нас не делся. Знаменитый Чик Корея. Один из самых знаменитых... Ага, я повторяюсь. Один из самых знаменитых, самых известных, самых крутых, наверное, джазовых пианистов 20 века. Который играл не только джаз, а играл практически все. Он работал на стыке джаза и симфонической музыки. На стыке джаза и рока. О чем вот этот альбом и повествует. Латиноамериканская музыка, европейская классическая музыка. Сыграно практически все. Масса чисто джазовых альбомов. Два удивительных альбома виниловых. Есть дуэты с Херби Хэнкоком. Два двойных диска. Там белые конверты и два рояля. Просто на вылочках. Четыре виниловых пластинки. Считайте, только два фортепиано. Больше ничего. И слушать, ну, не оторвешься просто. Те, кто любит джаз, те, кто не любит джаз. Те, кто вообще не любит современную музыку. С одинаковым удовольствием это будут слушать. Я гарантирую просто. Ну, а что же с этим альбомом? Реюнион, так сказать. Хотя, реюнионом это назвать трудно. Потому что музыканты не расходились. Они работали периодически. В разных формах. Вместе с Чиком Корея. И тут просто кайф. Кайфецкий. Я сначала покажу обложку. Вот такая вот обложечка. Четыре пластинки. В одной половинке две пластинки. Вот такие красивые. Красоты. Неземной. Вот в другой. Вот такой Стэнли Клак. Какой здесь. Потолстевший. Уже совершенно не такой, каким мы привыкли его видеть. Ну, кто-то приводит, кто-то нет. В 80-е годы какой он был и живщик. Ну, вот. Дальше пойдем. Эл Демиола. Во всей своей красе. Которая здесь блистает на этом альбоме. И я повторю еще раз, что семь раз подряд был прослушан альбом. Недавно я его с Афин приобрел. Всем советую сделать то же самое. Что здесь у нас происходит? Происходит красота невероятная. Начинается с Opening Prayer произведения. То есть, такая не очень длинная совместная музыкальная молитва четырех музыкантов-виртуозов. Четыре музыканта, кстати говоря. Кто это такие? Чи Корея. Ямаха Гранд Пиано. Ямаха еще одна. Родос. Пиано. Мини Мук. Мук Вояджер. Пропит Файв. Стэнли Кларк – акустический и электрический басы. То есть, контрабас и бас-гитара. Элладимеола – акустическая и электрическая гитара. И Ленни Уайт – ударные в разных формах. От больших-больших до маленьких-маленьких-маленьких. Итак, открывашка. Общая молитва. Музыкальная. Очень интересная. И дальше понеслось. Гимн of the Seventh Galaxy. Это у нас с альбома 1973 года. 1973 года. Напомню всем. Но концертная версия. Все в концертных версиях, естественно. Узнаваемая штука сразу. Гимн. Для тех, кто знает. Привычный вот этот рисунок. Открывающийся. Открывающий полотно. И дальше как-то так развивается, 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 развивается. Но недолго. И переходит в Vulcan Worlds. 1974 год. Вспоминаем Vulcan Worlds. И здесь начинается разгул уже всех по очереди. Разгул и Чикокорея. Разгул невероятный совершенно Элладиме Ова с электрической гитарой. И все металлические гитаристы могут здесь спокойно отдохнуть, присесть, перевести, так сказать, дыхание. Подумать о бренном, о вечном. И прикинуть, как вообще все это играется. Все то, что сыграл здесь Элладиме Олаф в Vulcan Worlds. Я напоминаю. Это последняя вещь на первой стороне альбома. Ну и Стэн Эль Кларк здесь показывает чудеса свои на бас-гитаре. И слэп, и не слэп. И все что угодно. И так, и так, и как хотите. Скорость невероятная, скорость адская. Но не ради скорости все делается, а ради кайфа музыкального. Все играют вместе, все играют чисто, все играют четко и неиграют. Сторона В. Sorceress, колдунья. Произведение, которое написал Ленни Уайт, барабанщик группы Return to Forever. И здесь уже разгул того, что называется фьюжн. По полной схеме просто выкладываются все. Электрический джаз, электрический фьюжн. Побольше рока, поменьше рока. Вообще здесь на всем альбоме уклон в сторону такого, конечно, фьюжн со сдвигом в рок. Здесь джаз есть чистый, но его не слишком много. Хотя, что называть джазом, можно назвать все это джазом. Все, что здесь играется. Но те, кто любит рок-музыку, милости просим. Вы не будете разочарованы абсолютно. Самое грандиозное полотно здесь на третьей стороне. Song to the Pharaon Kings. Тоже старое, известное произведение. Но оно здесь на всю сторону пластинки. Развернутое. И со всеми соло по очереди. Для любителей гитаризма, для любителей басизма, для любителей клавиш. Дуэт потрясающий Чикикари с Эллом Демиолой. По очереди играют фразу, 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 фразу. Еще фраза, еще фраза. Потом вместе. Потом вся группа вместе. Шарах. И все, так сказать, уже в экстазе, в полном. В первую очередь слушатели. А это главное для такой музыки. Сторона D. Четвертая сторона. Это бенефис Эллом Демиолой. Начинается все с Children's Song. Children's Song. Точнее, это произведение Чикакарея. Тоже довольно старая, известная вещь. Они играют дуэтом. Здесь Чикарея и Эллом Демиола. Ну, а потом начинается уже Passion Grace and Fire, Mediterranean Sundance, Кафе 1930 и Spain. Опять дуэт с Чикакарея. А до этого три произведения были просто акустические, сыгранные на акустической гитаре. Эллом Демиолой. Не оторваться вообще. Чистота, точность, звукоизвлечение. Назвать это учебником игры на акустической гитаре невозможно. Это не учебник. Это уже вершина мастерства, к которой можно стремиться, можно не стремиться. Все равно не достигнуть такого. Все равно музыкант очень индивидуальный. И сыграть так, как он, все равно не получится ни у кого. Все равно будет слышно. Даже если снять все ноты, что маловозможно на самом деле. Все равно будет слышно, что играет не он. Потому что у него своя манера, свой подход к каждой ноте. К каждой нотке. Просто удивительная штука. Самое проникновенное, наверное, произведение здесь, завершающее четвертую сторону, No Mystery, Чика Корея. Тоже полотно известное. Но оно настолько проникновенное, настолько лиричное, настолько глубокое. Хотя это не баллада какая-то такая. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Как какая-нибудь там рок-группа. Нет, это джаз. Но так он проникает внутрь, что хочется слушать. Вот я 7 раз слушал, например, и не устал. Сторона Е. Это у нас раз, два, три. Третья пластинка Friendship. Начинается с соло Чика Корея на фортепьяно. Играет он так, что это больше похоже на арфу, чем на фортепьяно. Такие изумительные пассажи восходящие. Как будто улетаешь в космос. Вот вам. Если не спейс-рок, то спейс-мюзик в чистом виде. После чего он играет кусочек из пьесы Майлса Дэвиса под названием Салар. И начинается знаменитый Романтик Вериор. Есть такая пластинка у группы Ритон Туфарево, Чика Корея. Романтик Вериор. Она уже на стыке с арт-роком находится. Несмотря на то, что это фьюжн, то есть это смесь джаза и рока, но настолько уже она близко к тому, что называется арт-рок, что все, кто любит рок-музыку, получат истинное наслаждение, равно как и те, кто любит джаз. На стороне F. Приятный сюрприз. Эл Баджо Негра. Соло Стэнли Кларка на контрабасе. С удивительной совершенно яростью, с невероятной скоростью, с прекраснейшим звуком. И приходит на ум такая штука, что контрабас – это одно из величайших изобретений человечества. По крайней мере, Стэнли Кларк это демонстрирует. В какой-то момент он начинает играть нелепую такую блюзовую фразу, иронизируя, видимо, уходя из ритма, так очень неровно, вспоминая, видимо, старых пьяных блюзманов из Чикаго. Зал ржет. Я тоже ржал. Вы тоже будете ржать. Играет он эту фразу недолго, но очень смешно. А потом возвращается к своему безумию контрабасовому с бешеной скоростью, бешеной отдачей и с музыкальностью невероятной. Продолжается после этого Romantic Warrior. Начали мы на одной стороне, продолжаем на этой. И на стороне G, Duel of the Jester and the Tyrant. Это тоже с альбома Romantic Warrior. Это такое арт-джаз, роковое произведение, практически симфония в стиле джаз, с уклоном в рок и с уклоном в этот самый арт-рок, практически на всю сторону. Просто грандиозная джазовая музыкальная поэма, исполненная квартетом вот этих блестящих музыкантов. Это уже как гвоздь в крышку нашего черепа, я бы сказал. Потому что после этого уже понятно, что пластинку надо будет перевернуть, точнее, снять одну, поставить другую, первую и слушать все сначала. Ну и под конец 500 милями выше. Тоже старое произведение Чика Корея. Ну, как старое, из второй половины прошлого века. Но сыграно очень современно, все очень здорово. И жаль, что Чика Корея с нами рядом больше нет. Но он есть вот здесь. Слава Богу, что выходят пластинки ретонта Форелла уже в таком вот виде. Новое пополнение коллекции. Это очень и очень здорово. Очень всем советую. Тем, кто любит джаз, тем, кто любит рок, тем, кто любит барабаны, тем, кто любит контрабас, и тем, кто любит невероятного джазмена, виртуознейшего пианиста, замечательного и светлого человека Чика Корея. Ретон ту Форелла. Пластинка называется Коротко и просто. Где она? Столько тут, столько всего, что не найти. Ретон ту Форелла. Ретонтс называется она. Полный вперед. Это полный вперед. До новых встреч. Пока. С вами был я. Всего доброго.